Что со мной? Словно во сне я видела множество глаз, неясные лица мужчин, женщин. Потом вдруг раздались оглушительные аплодисменты. Людские голоса перекрыли оркестр. Становилось всё громче и громче, сливался в один гул, напоминая завывание ветра в горах. До меня донеслись выкрики. Да здравствует Гюльбешекер, да здравствует Бурханни Динбэй, да здравствует Гюльбешекер, да здравствует Гюльбешекер, Гюльбешекер. Открыв глаза, я увидела себя на руках Мунисе. Девочка плакала, причитая «Абаджим, Абаджим!» и прижималась своим лицом к моему. Она целовала мои влажные волосы, глаза, которые щипала от одеколона. Я была вся мокрая. Комнату окутал полумрак, но я чувствовала, что на меня смотрит множество глаз. Первое, что я сделала, это прикрыла руками распахнутую грудь. Какой-то незнакомый голос закричал. «Выйдите все! Прошу вас, выйдите!» Я сделала усилие, хотела подняться с места. Чья-то рука схватила меня за плечо. «Не бойся, дочь моя! Страшного ничего нет! Не бойся!» Я приоткрыла глаза. Это говорил толстый кол Агасы, тот самый, который всегда ходил в распахнутом мундире. Офицер взглянул на меня и сказал, обернувшись к какому-то мужчине, «Бедняжка! Она действительно совсем ребенок!» На змее стояла возле меня на коленях и растирала кисти рук. «Феридей, милая, ты пришла в себя? Как ты нас перепугала!» Я отвернулась и закрыла глаза, чтобы не видеть ее лица. Как я потом узнала, обморок продолжался более четверти часа. Меня растирали одеколоном, давали нюхать паленую шерсть, но ничего не помогало. Был даже момент, когда все потеряли надежду привести меня в чувство, приготовили садовый фургон, чтобы послать в город за доктором. Придя в себя, я потребовала, чтобы меня в этом фургоне немедленно отправили домой и пригрозила, что если этого не сделают, я пойду пешком. Им пришлось согласиться. Толстый кол агасы надел шинель и сел рядом с кучером. Когда мы уже забрались в фургон, подошел Бурханедин Бэй. Видно, ему было неловко. — Фриде Ханым, — сказал он, не смея взглянуть мне в лицо. — Вы нас неправильно поняли. Уверяю вас, по отношению к вам ни у кого не было дурных намерений. Мы просто хотели угасить вас как следует, показать, что значит вечеринка на винограднике. Как мы могли предполагать, что у маленькой барышни, получившей воспитание в Стамбуле, которая несколько дней назад так свободно разговаривала с одним из наших офицеров, окажется такой дикий нрав? — Я еще раз уверяю, но по отношению к вам ни у кого, решительно ни у кого не было дурных намерений. И вместе с этим я прошу вас прощения за то, что мы вас огорчили. Повозка окунулась в темноту и покатила по узеньким тропинкам среди виноградников. Я закрыла глаза, забилась в угол и дрожала, словно от холода. Мне вспомнилась другая ночь, ночь моего бегства из особняка в Козь-Ятаги, когда я, не думая о том, что делаю, пустилась одна в путь по ночным дорогам. Пахучие ветки лоха хлестали в окно фургона, били по лицу, пробуждали меня от дремоты. Я услышала, как Муниссе глубоко-глубоко вздохнула. — Ты проснулась, крошка? — спросила я тихо. Девочка ничего не ответила. Я увидела, что она плачет, совсем как взрослая, стараясь скрыть свои слезы. Я схватила ее за руки и спросила, что случилось, моя девочка. Муниссе порывисто обняла меня и зашептала тыскливо, как взрослый человек, который больше жил и больше моего понимает. — Ах, Абаджим, как я там плакала! Как я испугалась! Я знаю, зачем тебя туда позвали, Абаджим. Больше никогда, слышишь, никогда не поедем с тобой к таким людям. Правда? Упаси Аллах, как моя мать! Что тогда будет со мной, Абаджим? Ах, какой позор! Какое унижение! Мне, как падшей женщине, было стыдно этой девочке. Я не смела взглянуть ей в глаза. Уткнувшись лицом в ее маленькие колени, я до самого дома плакала на взрыв, словно ребенок на руках у матери. Солнце только что поднялось над горизонтом, когда я подошла к дому Мюдюре Ханым. Пожилая женщина растерялась, увидев меня в такой ранний час на ногах, опухшим от слез глазами и побледневшим лицом. Что-нибудь случилось, Фариде Ханым? Что с тобой, дочь моя? Я никогда не видела тебя такой. Уж не заболела ли ты? Спокойствие и невозмутимость этой женщины, ее холодное строгое лицо, всегда немного пугали меня и мешали быть с ней откровенной. Но сейчас в этом чужом городе у меня не было, кроме нее, человека, с которым я могла бы поделиться горем. Да, и мой долг, положение учителя внуждали меня к этому. Заикаясь и дрожа, я рассказывала Мюдюре Ханым о ночном происшествии. Я ничего не утаила. Пожилая женщина слушала, молчала и хмурилась. В конце рассказа я протянула руки и взглянула на нее умоляющими глазами, словно просила утешения. Мюдюре Ханым, вы старше меня, вы больше знаете, ради Аллаха скажите правду. Неужели меня уже следует считать дурной женщиной? Мой вопрос взволновал Мюдюре Ханым. Лицо ее выражало горе и сострадание. Она схватила меня за подбородок и заглянула в глаза. Но не так, как всегда, как директриса, как чужой человек. Нет. Это была любящая, все понимающая мать. Гладя меня по щеке, она сказала дрожащим голосом. Фариде, я никогда не думала, что ты такая чистая, такой еще и невинный ребенок. Ты заслуживаешь доброго отношения и большой любви, бедняжка моя. Ах, это на змее. Мне известна многое моя девочка, я все понимаю. Но жизнь устроена так, что приходится скрывать даже то, что знаешь. На змее очень гадкий человек, дурная женщина. Я много раз пыталась избавить от нее школу, но все мои усилия ни к чему не привели. Она стоит как скала, потому что у нее бесчисленное количество поклонников. Начинают мыть и сарифа, и начальника гарнизона, кончая батальонами и мамами. Кто будет льстить благородным дамам, если она змее уедет отсюда? Кто будет играть на уде, на ночных пирушках, которые устраивают тайком крупные чиновники? Кто будет там плясать? Как смогут тогда эти прожигатели жизни, вроде Бурхан и Динбэя, заполучить таких, как ты, невинных, чистых, молодых и красивых девушек? Феридея, я все понимаю. Они устроили тебе западню. Это Бурхан и Динбэй, известный сластолюбец. Обманывая несчастных женщин, губя невинное создание, он промотал все состояние, которое досталось ему от отца. Для него вопрос чести заполучить девушку о красоте, которой говорит весь Чандыр. Взять под руку девочку, которую молодые офицеры, звякаясь саблями, поджидают на улице и считают за счастье увидеть хотя бы ее в чадре, ввести ее в салон, где курят распутники, заставить таких же сластолюбцев от зависти кричать «Да здравствует Бурхан и Динбэй!» Для него это высшее наслаждение. «Особенно после того, как стало известно, что ты отказала из Ханбэйу. Теперь понимаешь, моя девочка, они обратились к Назмие, бог знает, что ей наобещали и сыграли с тобой злую шутку. Спасибо еще, что ты так легко отделалась, дочь моя. Вот что, тебе нельзя больше оставаться в этом городе. Несомненно, через несколько дней все узнают о происшествии. С первым же пароходом ты должна уехать. Тебе есть куда? Тебе есть куда? Родственники, знакомые. У меня нет никого, Мюдереханы. Тогда поезжай в Измир. Там у меня есть знакомые. Моя близкая подруга – учительница и старший секретарь в отделе образования. Я напишу ей письмо. Надеюсь, там помогут тебе устроиться на работу. Такое счастье растрогало меня. Как котенок, спасенный от смерти, попавший в тепло после дождя и снега, я все ближе и ближе предвигалась к Мюдереханым. Робко терлась щекой руки, которые гладили мои волосы. Затем поворачивала их и целовала ладони. Пожилая женщина тихо вздохнула и продолжала. В таком виде тебе нельзя возвращаться домой, Фариде. «Пойдем, дочь моя, я положу тебя наверху. Поспи немного. Я перевезу сюда все твои вещи и мунисе. А до отъезда поживешь у меня». До вечера провалялась я наверху в комнате Мюдереханым. Просыпалась и снова засыпала. Когда я открывала глаза, старая женщина подходила к кровати, клала мне руку на лоб, гладила волосы, которые я теперь, как все девушки, чандыр заплетала в две толстые косы. «Ты больна, Фариде? У тебя что-нибудь болит, дочь моя?» беспокоилась она. Я была здорова, но бессильно откидывала голову на подушке и нежилась, как маленькая девочка. Мне казалось, чем больше она меня будет целовать и гладить, тем больше тепла останется в моем сердце от ласки этой вновь обретенной матери. Вне одиночества и огорчений, которые еще будут впереди. Эта любовь согреет меня, как аромат, который долго хранится в подаренных платках. Пароход «Пронцесса Мария», 2 июля. Закутавшись в пальто, я сидела на ветру до тех пор, пока не скрылась луна. Палуба была пуста. Только какой-то долговязый пассажир, облокотившись на перила, насвистывал грустные мелодии, подставив ветру лицо. За весь вечер он ни разу не изменил своей позы. Я знаю и люблю море. Для меня это нечто одушевленное, живущее своей внутренней жизнью. Оно всегда смеется, говорит, стонет, сердится. Но в эту ночь черная водная пустыня показалась мне огромным, бесконечным одиночеством, тоскливым и безутешным. Я спустилась в каюту. Меня знобило, словно ночная сырость проникала до самых костей. Муниса спала на койке. Прислушиваясь к толчкам и стуку, которые раздавались где-то внизу в глубине точнобиения сердца, этого великого одиночества я села за свой дневник. Сегодня Мюдере Ханым проводила меня на пристань. Я не попрощалась ни с кем и со своих знакомых, только зашла к пожилой соседке, так похожей на мою тетку, и, закрыв глаза, слушала, как она в последний раз называет меня по имени Фериде. В Баликасиш мы оставили Мазлума, а теперь пришлось расстаться с нашими птицами. Я поручила их Мюдере Ханым. Добрая женщина сказала, «Фериде, раз ты их так любишь, выпусти их на волю своей рукой, так будет более угодно Аллаху». Я грустно улыбнулась. «Нет, Мюдере Ханым, раньше я согласилась бы с вами, но теперь думаю иначе». Птицы — это неразумные существа, которые сами не знают, чего хотят. Пока они вырвутся из клетки, они бьются и страдают. Но уверены ли вы, что на воле их ждет счастье? Нет, это не так. Я думаю, эти несчастные, несмотря ни на что, привыкают к своим клеткам. И если им удается вырваться на свободу, они всю ночь напролет тоскуют, сидя на ветке, спрятав головы под крылья, или уставившись крошечными глазками на освещенные окна. Вспоминают прежнюю жизнь. Птиц надо насильно сажать в клетку, мидераханым. Насильно! Насильно! Слезы душили меня. Старая женщина погладила меня по щеке. «Фериде, ты очень странная девочка. Разве можно плакать из-за таких пустяков?» На пароходе есть несколько пассажиров из Чандыр. Среди них два офицера. Мне удалось подслушать их разговор. Молодой офицер сказал пожилому, «Исхан Бей собирался ехать четыре дня тому назад. Я предложил ему, подожди несколько дней, поедем в Берут вместе». Таким образом, я невольно явился причиной этого несчастья. «Ну да, если бы он уехал в тот день, ничего бы не случилось». «Действительно неприятная история», ответил пожилой. «Исхан не такой уж задира, не понимаю, как могло получиться. Ты знаешь подробности?» «Я все видел своими глазами. Вчера мы сидели в казино. Бурханедин Бей играл на бильярде. Пошел Исхан, отозвал майора в сторону и начал ему что-то говорить. Сначала они разговаривали мирно, но не знаю, что потом произошло, только вижу, Исхан Бей сделал шаг назад и залепил Бурханедину оплеуху. Майор схватился за кабуру, но Исхан раньше выхватил револьвер. Если бы на них сразу не накинулось несколько человек, непременно пролилась бы кровь. Завтра Исхан предстанет перед военным трибуналом. Сделая это кто-нибудь из нас, плохо бы ему тогда пришлось. Кажется, Исхан родственник Паши. Он племянник и молочный сын его жены. Отделается небольшим наказанием, но Бурханедину досталось по заслугам. А то он совсем распустился. Интересно, из-за чего они повздорили? Оба говорят. Ссоры на политической почве. Ох, не могут избавить армию от политики. А я думаю, тут опять замешана женщина. Клянусь Аллахом. Будто мы не знаем Бурханедина. Офицеры, переговариваясь, отошли. Теперь я понимаю, от кого был букет роз, который перед самым отплытием принес мне в каюту старый лодочник. Исханбей. Я, наверное, никогда больше не встречу вас. А если и встречу, мне придется сделать вид, будто мы незнакомы. Но я до самой смерти не забуду, что в день, когда вы готовились предстать перед военным судом, вы опять вспомнили обо мне. Вы велели скрыть от кого цветы. Это говорит о тонкости вашей души. Я сохраню в своем дневнике маленький лепесток, а в сердце память о вас, чистом и благородном человеке. На палубе долговезы пассажир продолжал насвистывать грустные песенки. Я высунула голову в открытый иллюминатор. Над морем начинался прозрачный рассвет. Кажется, он словно пар поднимался из воды. Чалыкушу, ложись спать. Ночью усталость наваливается свинцом на твои веки. Зачем тебе нужен рассвет? Рассвет — это время, когда желтые цветы, насытившись сном и любовью, где-то далеко-далеко открывает свои счастливые глаза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова